Ну, конечно, допускалось. Это же очень просто. Болезни приходят, уходят по воле Всевышнего. Значит, и храм Иерусалимский был для всех людей. Конечно, был для евреев. Но если кто-то хотел прийти по нашим правилам, он мог даже принести приношение туда тоже. Или в синагогу еврейскую. Каждый человек может войти. И, конечно, есть Бог. Войти может каждый, молиться может каждый. Ограничений никаких нет. Естественно, в часы, когда происходит молитва, и все. Но, если одно, оно очень большое. Надо вести себя прилично. Не надо мешать другим людям. Не имеет человек права прийти и сказать, я хозяин. В храме не было хозяина. Хозяин Всевышний. В синагоге нет хозяина. Есть только уполномоченные по синагоге. Это или председатель общины называется. Она, говорите, Габай. Президент общины в Америке называется. Или главный, или раввин этой общины. Они те, кто определяют часы работы, порядок службы, утренние молитвы. В это время, дневная, в другое время и так далее. И человек должен иметь способность быть адекватным. То есть, он может, физические заболевания, нет проблем, но он должен быть такой, который сам себя как бы поддерживает. И тогда ему кто-то помогать должен. Это другое дело. Но он может прийти без всяких ограничений. Вот психические расстройства, это другое дело. Человек не виноват на том, что он психически болен. Шизофрения, паранойя, другие заболевания разного рода. Которые, ни про кого не будут сказаны. Но одно но есть. Он приходит в синагогу. Он не может мешать другим людям. Он должен быть достаточно адекватным, чтобы не мешать. Или он, так сказать, не может ссылаться. Я шизофреник, поэтому мне нужно принести сюда предметы другой религии. Там кресты какие-нибудь. Или вести себя неправильным образом. Не имеет права. Если он такой, нужно попросить его выйти со всеми последствиями этой просьбы. Не имеет права быть. Но не потому, что он психически болен. А потому, что он мешает другим. Поэтому, если он не мешает другим, нет агрессии, нет ничего. Но он болен, есть заболевания нервной и психической области. И другие известные, и разные. Увы, много из разных заболеваний. Но если он не мешает, но по нему видно, что он больной. Это другое дело. Это можно. Потому, что ты можешь на него не смотреть. Но если он при этом выглядит как бы не очень приятно, может быть. Но это твоя проблема. Не смотри на него. Но если он и другим пристает, агрессию проявляет, не имеет права. Поэтому, если в рамках приличия, в рамках уважения, в рамках понимания, что, например, это синагога. Или храм в Иерусалиме, когда он был, сейчас его нет. То надо вести себя по правилам этого места, этого дома. Никакие другие религии с собой туда не затаскивают. Все стоят и молятся, стой молись. Все сидят, сиди. Пожалуйста. Вот правило, я надеюсь, понятно. На сайте есть ответы, как себя вести в синагогу не евреев. Как прийти в синагогу. Все открыто у нас. У нас нет каких-то секретных собраний и того подобного. Но открыто не значит, что ты приходишь туда и ведешь себя как хозяин, который сам себя назначил. Это некрасиво и нехорошо. Надеюсь, меня все поняли. Все доброго. До свидания.